Добрый день. Не так давно мы понесли несколько портей. Художественная среда, украинское искусство в целом потеряло очень значимое помещение, которое еще с начала нулевых было центральной локацией украинского современного искусства и продолжало оставаться наиболее экспериментальным пространством, пространством поиска, пространством критики. В общем-то мы потеряли пространство, которое было вместилищем инновационного украинского искусства, потому что современное искусство, оно далеко не всегда тождественно инновационному. Слышно? Мы увидели бюрократию от образования, которое абсолютно игнорировало голоса поддержки, в том числе со стороны, в общем-то, сильнейших людей в современной философии, в современном искусстве. В общем-то мы увидели эту чудовищную тенденцию изоляционизма, которая так легко сочетается с ультраконсервативным, псинофобным дискурсом. Но в то же время мы очень много получили. Мы получили вот этот образ солидарности. Мы объединились во время течения этого конфликта, и, в общем-то, конфигурация художественной и интеллектуальной среды стала совсем другой. И назад уже не повернут. Также сейчас я вижу это помещение в прекрасном здании, в общем-то, образце замечательной ранне-советской авангардной архитектуры. Оно меньше, чем потерянное барочное пространство. Но я думаю, что оно будет не менее, а, вероятно, и более культурно значимым. Потому что ЦВК, он уже стал вот этой, как бы, несущей частью всей конструкции современного искусства. Если его забрать, оно очень быстро провалится, в общем-то, в болото какой-то бездумной коммерциализации, в болото политической реакции, в болото развлечений для хозяев жизни. Это очень-очень большое приобретение также, что ЦВК начинает функционировать независимо от культур бюрократии, бюрократия от образования, которая постоянно ставила палки в колеса и, в общем-то, как могла саботировала деятельность этого центра. То есть я вижу большое интересное будущее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...